Встреча с Нью-Йорком Но также должны выйти на работу в офисы все 300 тысяч нью-йоркских муниципальных служащих. Эти 300 тысяч служащих самого крупного города в Америке до настоящего времени частично работали из дома или были на гибридном графике. Например, два дня в неделю приходя в офис, три дня работая из дома. Великий секрет большинства служащих, работающих из дома заключается в том, что работа там получается менее эффективной, менее интенсивной. Даже когда работников раздражают их супруги и дети, большинству работа из дома нравится больше. Ну и демонстранты в воскресенье будут требовать, чтобы работа дома сохранилась, по крайней мере, до следующего года. А с понедельника муниципальные работники, помимо всех других неудобств, должны будут также либо пройти прививки получить, либо каждую неделю проходить тестирование. От них также будут требовать ношения масок в большинстве ситуаций в закрытых помещениях. А социальное дистанцирование должно будет иметь место, когда они будут иметь дело с публикой. Ну, конечно, часть работников города и раньше работала отнюдь не из дома, это полицейские, водители общественного транспорта, другие работники, носящие форму, а также учителя и работники здравоохранения. Но интересно, что таких работников в муниципалитете, абсолютное меньшинство учителя, полицейские, другие люди в форме, это 80 тысяч работников, а общее число служащих муниципалитета 300 тысяч. В Нью-Йорке действует местное требование, согласно которому учителя и работники медицины должны пройти прививки без возможности альтернативного тестирования. Интересно, что из многочисленных положений новой политики по поводу вируса быстрее всего реализовали положение о штрафах на общественном транспорте. Новые штрафы стали действовать уже с сегодняшнего дня, касаются они тех, кто отказывается одевать маски в самолетах, в метро, в автобусах. При этом были случаи, когда ребенок почти грудного возраста, у которого имелись проблемы с дыханием, маску срывало, а его родители вносили за это в список нарушителей и выписывали им штрафы. Но так вот, с сегодняшнего дня, как бы то ни было, на самолетах, а также в поездах, автобусах и других видах общественного транспорта, штрафы тем, у кого не будет маски, составляют уже от 500 до 1000 долларов. А в случае повторяющихся нарушений от 1000 до 3. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до понедельника. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok